Сегодня от многих туристов можно услышать, что чудес в Африке больше нет. И тут неплохо вспомнить об озере Ассали. Впервые его посетили европейцы в 1920 году, и озеро уже тогда выделялось из ряда себе подобных. Это самая низкая точка африканского континента, на 155 метров ниже уровня моря. Летняя температура воздуха достигает 57 градусов, что делает ее самым жарким местом. Соленость воды в озере в 10 раз сильнее океанской и вод Мертвого моря. Озеро Ассали – одно из самых невестеприимных мест на планете. На черных холмах, прожаренных солнцем, растет лишь случайная колючка. Здесь не поют птицы, не пробегают ящерицы, уныние смерти царит повсюду. И все же место обладает неземной красотой. Плоские берега покрыты солью, ослепительно сверкающие на солнце, а по прозрачной воде интенсивного бирюзового цвета плавают нежные соляные корочки, похожие на пальмовые ветви. Они окрашены минеральными примесями в бледно-зеленые и фиолетовые цвета. А по берегу разбросаны солевые кочаны капусты. Всеми чудесами озеро Ассали обязано своему географическому положению. Оно находится в Джебуте, в одном из углов Афрорского треугольника. Здесь сходятся три большие трещины земной коры, восточно-африканская рифтовая система, Красное море и Адинский залив, поэтому часто землетрясения. Вулканические извержения в этом месте тоже обычное дело. Базальтовая пыльскогой и Афрорского треугольника могли бы уже быть под водой, если бы не гор Данаки, вставшая барьером на пути Красного моря. Морская вода, просочивающаяся сквозь горные породы, и дождевая вода с холмов пополняют озеро, но солнце сушит влагу гораздо быстрее, оставляя тонкие узоры на соляной равнине. Это странное завораживающее солено и Ассали может стать местом, где Африка раскалится надвое. Плиты земной коры в восточной Африке расходятся друг от друга, разламывая землю и образуя параллельные трещины, рифтовое дно, залитые водой. Тектоническое движение плит уже привело к образованию Красного моря и Адинского залива. В районе Джебути земную кору раздвигает расплавленная магма, формирующая новое океанское дно. Лава рвется наружу через щели и вулканические жерла на протяжении миллионов лет и неудержимо растолкивает сторону Афрского треугольника.